Начнём конкурсацию, потому что уже не мучаете окипеть. Итак, за последние 7 дней на стрелках проходил воркшоп «Точка видления», который назывался «Докторами отзывчивость». Это, собственно, про что? Первые несколько слов, так и провинционных. «Точка видления» — это образовательная и естественная инициатива, которая направлена на развитие в России форматических генеративных и интерактивных парадигм в артикуре и в дизайне. Сам проект существует чуть больше двух или трех лет, я уже не помню. И в рамках него проходило уже десяток разнообразных событий, произошло и в том числе и события. В этом году нам повезло. и я, и ещё второй модератор Роман Хазеев работаем сейчас в организации «Alt Space», которая нам помогла с оборудованием, с материалами. В общем, очень сильно нам стопнула, так что слова остались. Итак, что касается, собственно, самого воркшопа. Воркшоп был посвящён теме того, как можно, меняя представление о материалах, строить новые способы, новые способы взаимодействия с архитектурой. Как сделать так, чтобы материал начнёт действовать не просто так, что-то массивное и недвижимое, а что-то абсолютно умное и отзывчивое. Собственно, поэтому называется натуральная отзывчивость воркшоп. И я просто пройдусь по нескольким слайдам, чтобы примерно показать, что примерно устроен был воркшоп. Сам воркшоп модерировал четыре модератора, то есть я и Тиханева, Роман Хазеев, Александр Болдарев и Максим Малеев. Мы исходили из такой гипотезы, что есть два способа, работа с адаптивностью в архитектуре. Первый способ, который часто занимается, довольно интенсивный, это когда мы добавляем кучу механических способов, каких-то актуаторов, шестерёнок, моторчиков, кучу процессоров, которые обрабатывают данные с каких-то датчиков. И всё это используется для того, чтобы архитектура могла работать, чтобы она реагировала на изменения в окружающей среде и адаптировалась к ним. Есть второй способ, менее изведанный, и он довольно сложный. И на этом воршопе она в том числе с этим столкнулась. Потому что он предлагает совсем другую работу с формой, с функцией, и со структурностью в архитектуре. Это когда мы используем свойства материала для того, чтобы получить какие-то неожиданные решения. И тогда, когда сама форма начинает действовать в процессе взаимодействия с внешней средой. Это такое непосредственное отношение между энергией и материей. Здесь может быть тепло, влажный, свет и другие реакции. Что может делать с этим архитектуром? Он, во-первых, должен очень хорошо исследовать этот процесс, как энергия превращается в некое движение, на некую адаптацию, некую деформацию формы. И он должен с этим исследовать, а потом посмотреть, каким образом принести свои проектные способы проектирования. Для нас как раз актуально тем, что мы это можем воспроизводить, каким образом переносить в параметрические среды. И в этих параметрических средах мы можем, поняв, как работает материал, создать некий алгоритм, который мог бы позволить нам проанализировать и проектировать форму уже на основе этих данных. И здесь получается такая двоякая история. То есть когда мы проектируем одновременно и что-то большое, некий архитектурный проект, в то же время мы всегда работаем некими микроэффектами, которые дают отражение в макроформе. То есть многие процессы здесь не совсем предсказуемы, то есть они предсказуемы, но не до конца могут быть точно воспроизведены. И вот с этим всем пришлось столкнуться с нашими, с тремя группами, которые проходили. Собственно, самаршоп проходил таким способом, что сначала мы исследовали саму работу материалов, то какие-то можно воспроизводить с помощью RunSys, анализировать работу этого материала. В данном случае мы работали с биметаллами, хотя у нас одна группа отосла от этого, и она использует такой гритм между пластиком и металлом. Об этом я думаю, что они еще раз ставят. И потом, собственно, они разделились на какие-то такие подгруппы, которые каждый исследовал какую-то часть, и соединялись в три общего проекта. И вот такая вот замечательная, на мой взгляд, схема, которая показывает, как можно, из-за того, что мы используем сложные средства прохитического моделирования и разнообразные переходы от материи к ее анализу, оцифровывая ее некому и снова возвращение в материю, то у нас получается такая сложная взаимосвязь, которая, собственно, приводит нас на некие прототипы и модели, трехмерные модели уже артистурных форм. Ну, собственно, вот на этом все. Давайте начнем. Всем привет. Здорово, что вот новые дети у нас собрались на нас посмотреть. Не знаю, что хорошего, правда, мы покажем здесь. У нас была небольшая команда, шесть человек, вот вы видите, как нас зовут. Под словом участники это все. Первый день у нас, в общем-то, начался с того, что мы пытались придумать какую-то идею для того, как поплатить концепцию адаптивной архитектуры в жизнь. Это должно было быть что-то небольшое, что-то вроде павильона. И нам пошла в голову идея, чтобы этот павильон двигался с течением времени, в течение дня. Точнее, отдельные части этого павильона двигались. В частности, вот на этой дурацкой картинке видно, как в начале дня у этого павильона открываются двери за счет адаптивных элементов. В течение дня щель от этих дверей перемещается на крышу павильона и потом спускается вниз. И дверь открывается уже с другой стороны. Идея была вообще в том, что это какой-то павильон для индейского времени, где индейцы проходят тест на то, чтобы стать мужчиной или его ждем. И утром индейец заходит в открывшуюся дверь, весь день его жарит солнце. И если он выжил, то он и смог выйти, то он отличный индейец. Если не выжил, то он не индейец. Ну, от индейцев мы, в общем-то, отказались, но в целом концепцию такую, что пойдем меняется с течением времени, мы перенесли, попытались перенести в реальную модель, когда постепенно, как бы на павильоне, в течение дня, если поставить, допустим, камеру или запустить на ускоренной съемке, то по нему движется такая волна из открывающихся, закрывающихся элементов. Потом мы стали думать, как могут выглядеть отдельные элементы, склеили вот такой узелок из бумаги, который, в принципе, вы можете видеть тут уже и везде, он немножко неаккуратно у нас получилось. Сейчас мы даже протестируем, как он будет работать. Мы сами не знаем, на самом деле, будет ли, потому что еще не пробовали. Но пробовали на отдельных элементах. Сначала у нас были такие ребра на этих элементах. Они работают отлично, сгибаются. Все с ними было здорово. Потом мы от ребер отказались, потому что конструктивная необходимость заставила. У нас здесь получилось немножко маленький, но в реальной жизни вот эти лепестки должны были накладываться друг на друга, и ребра бы и мешали. У нас было несколько вариантов ребер. И на самом деле ребра немножко мешают и изгибу, поэтому мы их тоже убрали. Давай дальше. Тоже то, как мы придумывали узор на этих ребрах. Уже более подробная разработка узла. Все это время Тимур, мозг нашей группы, писал сложнейший дефинишн. Не знаю, у нас, по-моему, там есть скрин, но при одном взгляде становится страшно. В общем, весь процесс был достаточно веселый. Тимур долго-долго писал свои дефинишн. Мы пытались ему всячески морально помогать, что-то склеивать, тестировать макеты. И в итоге делать 3D модели. На 3D все выглядит достаточно круто. В общем-то, вот так это должно было вывести в реальной жизни. Такие лепестки. Идея в том, что когда солнце светит на эти лепестки, они раскрываются и создают тень. Вообще павильон может использоваться совершенно по-разному. Это может быть такой навес где-то для туристов в лесу. Это может быть даже автобусная остановка. Материалы, естественно, у нас пока условные, но в жизни они могут быть заменены на что-то более непромокаемое и прочное. Но смысл вообще был, да, вот такая вот эта картинка анимация как раз отлично все иллюстрирует. Солнце движется, а лепестки создают тень. Ну и аналогия с природой тоже достаточно очевидная. Когда тени бутонами цветов закрываются, когда солнце, они раскрываются, и получается таким образом работает весь наш павильон. Вот, в общем-то, здесь его можно видеть целиком. Ну, кажется, все это выглядит. Ну, может быть, тогда вообще там? Да, сейчас мы протестируем, посмотрим, как это все. Давай там промотаем уже все рамки, все картинки. Да, это на какой-то более жаркой планете. Там он еще будет круче работать, где там, допустим, на Венере. Солнце палит сильнее, и он еще лучше закрывается и открывается. Жаль, конечно, что не было времени собрать его целиком и более тщательно. Ну, давайте теперь попробуем, как он работает. Для всех нас это будет интересно. Я считал, что у вас были здесь большую, один такой. Один лепесток сделали, такой. И он и работает. А что тут? Да, ну, вообще, нам изначально ставили задачу с бигменталлами работать, и вообще было фанталов и алюминий. Там очень дорогие материалы. И, в принципе, вот здесь у нас в чем разница большая от других работ. То, что мы отказались от металлов, и тем самым более, как сказать, экономически целесообразные материалы взяли. Как термопара работает, наверное, знаете? Один материал, один слой, он сильнее расширяется от тепла, а другой слой меньше расширяется. В случае с танталом и алюминием, тантал расширяется меньше тормозит, а алюминий расширяется больше и расширяет, поэтому гнется. Так вот, у алюминия 22 коэффициент расширения, у тантала там 6, а у акрила 234. То есть разница в 10 раз больше, чем алюминий с танталом. Поэтому и гнется, и гнется, он сильнее. Но здесь сам лист вообще, поэтому... Ну, в общем, честно, честно покажу. Не совсем сильнее. Но все же сильнее. Отличный вид. Отличный вид. Отличный вид. Отличный вид. Отличный вид, отличный вид, более сработает, и полностью обращается. отładaет везде. Отличный вид. Если чем больше длина, тем пропорционально больше изгиб. Сейчас потом сравните, как изгибается биметалл. Главное, что сейчас становится холоднее, он вернется в свою прежнюю форму. Брызгок мы не взяли с водой, но видно, что он возвращается постепенно. Сейчас мы смертельный номер устроим, попробуем работать для наших. Сейчас, судя по тому, что они короче, можно предсказать, что у них меньше будет выглядеть, чем в таргене. Ну и жаль, что мы равномерно не можем все сразу собрать. Да, метро прошло прям. Это степлохолс мы использовали, потому что он дешевый, его было много. А на самом деле, вместо степлохолста, ну, в реальности, конечно, надо использовать другой материал, который также гибкий и не мешает гнуться в термопаре. Вот, и можно использовать такой, который не пропускает там влагу, который сильнее тень создает. Ну, вот этот, на который я дул, он, конечно, немножко погнулся. Но другие не заметны. На максимуме стоит. Ну, вот, один взгибался уже. Нет, нет, нет! Последний день стрелки. Степлохолст пропитан смолой какой-то, который выгорается. На самом деле, по сравнению с металлом, главный косяк идет в этой термопаре. То, что она не держит в себе тепло толку и на солнце не расходяется, она только до температуры воздуха будет нагреваться. Поэтому, если делать, то можно либо вместо этого тонкого гибкого материала использовать металл, либо покрывать каким-то металлическим порошком, чтобы он на солнце сильнее нагревался. Но, с другой стороны, он быстрее реагирует на тепло, и он быстрее остывает, и, как металл, он сохраняет долгую форму. Сразу обратно возвращается. То есть, реагирует на солнце быстрее. Могу еще что-нибудь сжечь, но, так сказать, отсюда длиннее их надо делать, чтобы они гнулись длиннее. Кривиза, получается, зависит, кроме того, как от расширения, от разницы между термическими расширениями... Ты что сделал? Ты что сделал? Да, кстати, расскажите, да, про то, как это все было, почему это именно так приустроено, а не все-таки другого. Где у вас эти схемы? Про эти схемы сейчас Тимур расскажет, у нас, наверное, нет, но сетку видно, на самом деле, вот на этом все. Ну так-то можно тогда и нарисовать, что ли? Ну, сетка Воронова, это, в частном случае сетки Воронову, это шестиугольная сетка. А в частном случае сетки Галаная, это треугольная сетка. То есть, здесь мы не делали хаотичные сетки, а именно близкие к равносторонним треугольники и близкие к шестиугольникам лечейки вот этих цветков. Ну как, у них есть геометрическая взаимосвязь интересная, вот сетки Галаная и Воронова. Ну вот здесь видно, что, соприкасаясь между собой, лепестки образуют шестиугольную сетку, а стерчни, из которых составлена конструкция, каркасы, они образуют треугольную сетку. Они сейчас не хаотичные, а как бы упорядоченные. Это частный случай. Сейчас в случае сетки клоне это треугольная, а вороновая шестиугольная. Что такое вороновая клоне? Для меня это нужно оденье показывать. Есть вопросы? Нет, может быть, эстетически формировалась форма симфония. А, эстетически? Микрофон все время включается. Эстетически сама форма павильона достаточно просто. Мы взяли путь солнца в день равнодерствия, и, в общем-то, изгиб этого проведен, он соответствует этому пути солнца. Ну и уже остальные размеры, высота. Это просто под рост человека несколько выше, чтобы он мог зайти внутрь, спрятаться от солнца. В общем-то, ну и сетка, она уже натягивалась, да, математически. Это соответствие все-таки вороновой, все-таки клоне. В общем-то, ну и идея с цветами, про нее рассказала вы, в общем-то, достаточно понятна. Форма образуется как бы притягиваясь к солнцу. Она тянется к солнцу. И вот эта дугая соответствует на данной широте, как проходит путь солнца. Надеюсь, это. Эстетически форма какая-нибудь связана с механикой травы? Ну да. Там, где солнце, там будет открываться. Вот сейчас солнце видно, что... Давайте потеняем, видно, что справа снизу. И с той стороны закрыто. А, ну здесь... Нет, наоборот. Тень создает. Ну мы на самом деле не сразу решили, что лучше, чтобы открывалось от солнца или закрывалось от солнца. Потому что идея с вождем, там все-таки должна была открываться, чтобы его там это... Жарило солнце. А закрываться там эти тени, чтобы он не мог выйти как бы. Вот. Как бы... И красивее то, что они тянутся к солнцу. Но с другой стороны практически такие тени. Вот. Так что, ну можно и так, и так использовать. С другой стороны поставить, и будет там много. Ну, практический смысл-то, в общем-то, очевиден. Путь солнца повторяет просто, чтобы под прямым углом лучи попадали в эти светки. И они максимально раскрывались. То есть, в смысле. А почему вы выбрали сетку Дуланэ и Дуланэ за форму образующего? Ну это связано, в общем-то, с особенностями этой сетки с разбиением. Ну у нас вообще-то это, по сути, частный случай. Давай лучше, что-нибудь ты расскажи. Ну, потому что ячейка вороновая и шестиугольная, она может раскрываться как цветок. А Дуланэ хорошо сочетается. Если центр ячейки шестиугольной сетки, если эти центры соединить между собой треугольниками наиболее близкими правильно, то получается хорошая треугольная сетка, которая хорошо работает в конструкции. Тут еще геометрические особенности сами цветок, они достаточно легко на поверхности натягиваются. Слово прикольно-ключевое. Тогда давайте, у нас пока с одной из двух проблем, поэтому давайте начнем с... Третьей, получается. Третьей, нам еще не кем. Третьей есть. Третьей есть. Третьей, он работает, он немножко даже... Третьей, он не до конца вспомнил. Третьей, он до сих пор работает. В общем-то, вот вы можете видеть первый слайд с нашими именами. Особенность нашей группы, которая, счастливая, была в том, что у нас ты и Леша, и это было очень сложно. То, что вы сейчас видите на фоне, дальше будет более подробно объяснено. Это прекрасный слайд, который отображает идеологию нашей группы. С самого начала, когда было предложено работать с биметаллами, то есть там халпы с алюминией, пластинка, которая двигается в зависимости от нагрева, мы начали думать о том, что мы хотим сделать некую поверхность, в которой одни элементы будут подвижными, а другие будут работать как платформы, движенные теми элементами, которые состоят из биметалл. И вот здесь мы демонстрируем силу и мощь нашей поверхности, которая поднимает слонок. Это, в общем-то, схема работы той самой биметаллической пластины, тантал плюс алюминий, тантал расширяется, ну, в общем, прощение, алюминий расширяется, тантал нет, за счет чего при нагреве алюминий начинает изгибать, тантал, и пластинка гнется под воздействием, соответственно, солнца. Дальше мы начали думать о том, что мы можем добиться, чего мы можем добиться при помощи этого. Первое, собственно, что приходит в голову, это вот эти два варианта. Один, который работает на изгиб, второй, который работает на подъем. И вот так выглядят наши первые эскизы. Я не знаю, сейчас насколько они понятны, но вот заштрихованный ромбик – это просто металлическая пластина. А три треугольничка под ним – это, собственно, пластинки из биметалла, которые при нагреве его поднимают. То есть у нас получается поверхность, состоящая из сложного сочетания пластинок, которая в холодном состоянии является плоской, а после нагрева становится глуслойным. Это первая 3D-модель нашей поверхности. Начали мы с того, что после того, как мы придумали эту форму, которую вы видели на изгибах, мы подумали о том, что немного ли мы хотим, и решили прочитать это все в специальной программе, которая называется ANSYS, проверить, насколько это вообще все будет работать. А это видео, это зря я не буду шел. Это, да, это вариант без нагрузки. С нагрузкой. Ну вот, если вы посмотрите на график, который в левом и нижнем углу, то там видно, как изгибается клевая. То есть первый промежуток – это преодоление нагрузки, которая давит на носы треугольников. То есть мы не могли сделать модель с ромбом, потому что программа этого не позволяет. Поэтому мы просто приложили нагрузки, которые действуют от ромба. И, в общем, получили такой эффект, что… Сколько там насыщего? Ну, там получилось то, что пластина длиной в полметра поднимает 20 килограмм, будто за ромбом. Ну, насчет веса, да, там, в общем, большой вес получился. Смысл в том, что полуметровая пластина изгибается на… таким образом, что она поднимается на 66 миллиметров. Это такая же пластина, только не с алюминием, а с латунием. Мы сравнивали разные слои. Слои алюминия и слои латуни. Латун в нем все чуть хуже. Это тоже график сравнения разных видов… Разных слоев. Хуже… Мы брали треугольники равносторонние и треугольники вытянутые. Самый нижний график хуже всего гнется – это равносторонний треугольник, у которого металл, который гнет, алюминий, он не по всей поверхности, треугольник расположен, а полосой по центру. Мы думали, что он будет гнуть наоборот лучше, потому что, ну, как бы, сила изгиба в одном направлении идет. В итоге оказалось, что он работает хуже. Следующий график – это со слоем латуни. Потом дальше идет со слоем алюминия, и последний – это не равносторонний треугольник, когда вытянут этот треугольник, он работает чуть лучше. После того, как сделали мы эти расчеты, мы начали делать какие-то покатили. Вообще, на самом деле, очень долгий процесс. Надо каждый треугольник очень точно вырезать, чтобы они очень точно подходили друг к другу. Надо очень точно, очень тщательно отшкурить каждую поверхность, очень тщательно намазать клей, чтобы он был не тонким, не толстым слоем, а именно тем, которым надо, потому что если он толще, то там образуются сгустки. Если он тоньше, то он просто не склеивается. При этом после склейки надо прокатывать через пресс, параллельно нагревая, для того, чтобы склейка происходила быстрее. Потом мы отправляли его под другой пресс, под которым он лежал 24 часа. Только после этого можно было его испытывать. Потом мы его нагревали и смотрели, какие результаты уже дают. Полученный образец, сегодня мы попробуем, если фен работает, то же самое прогреть. Ну да, и в какой-то момент мы думали, что клей работает совсем плохо. Пробовали варианты соединения на заклевке, но тоже ничего не получилось. Поэтому клей, видимо, самый оптимальный вариант. Самый оптимальный вариант вообще сваривать металлы, но поскольку для того, чтобы сварить металлы, нужны какие-то вообще жуткие ресурсы, у нас не было, поэтому мы использовали обычный клей. Это вариант узла был, как скрепляются пластины. Проблема в том, что при скреплении треугольника и треугольника пластины ромбов, ромб должен подниматься перпендикулярно. То есть за счет изгиба пластины ромб не должен оставаться в их плоскости, поэтому нам нужно придумать такой узел, который дает возможность ромбу оставаться всегда перпендикулярно. И там на предыдущем слайде видно, что такая шарнирная система. В общем, ромб вращается, и за счет того, что он легкий, он всегда остается в одной плоскости. Потом мы начали думать уже над формой, и опять же помогла очень треугольная сетка, которая по натягивающей поверхности. Здесь видно, как меняется освещение на этой форме. Было решено сделать такой навес, который в разное время суток дает разные картины вот этих лепестков. Так-то выглядит освещение. Мне кажется, здесь важно сказать еще то, что в основном мы все-таки делали акцент на самой поверхности, пытаясь создать некую поверхность, которая может быть натягивая легко на любую изогнутую форму. Поэтому, говорят, в том, что форма окончательная, наверное, пока рано, и скорее основное в данном случае – это поверхность. На самом деле, внутри группы были такие серьезные разногласия. Одна часть группы выступала за то, чтобы делать фасадную систему, другая часть группы говорила, что надо делать объем, павильон, что эта система хорошо работает в павильоне, когда ее можно посмотреть со всех сторон. И в итоге мы остановились на такой относительно плоской штуке. У нас есть еще один, да, в конце презентации. По значению для бомбочек не создавайте, как в предыдущем случае, с предыдущей группой. Она скорее пропускает ветер при нагревании, потому что сама в ней будет сильно нагреваться. И вот эти лепестки открываясь, она начинает пропускать холодно. Как это выглядит? Как это выглядит? Как фасад между домами. Это конструкция. Получается, вот у этого узора, у этого паттерна, есть такая особенность, что лепестки создают линии, которые... Поэтому было решено между этими ромами разместить несущую конструкцию, какие-то направляющие, которые выдержали все это. А это как раз наш маленький сюрприз в конце презентации, в какой-то момент, когда мы были уже очень уставшие, придумывали совершенно безумные... Да, давайте сначала покреем, наверное. Это будет совсем финал. Да? Да, давайте. Можно сказать, что мы, опять-таки, не знаем, получится или нет, но, в общем, надеюсь, все-таки получится. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте сюрприз. И все-таки мы перейдем к акциональному слайду, когда мы только-только теперь начинали экспериментировать с натягиванием этого верхности на различные клювленейные формы. Первое, собственно, было просто флесо. И в какой-то момент, это было уже поздно вечером, мы были уже не совсем адекватные, наверное, мы придумали, что если этот флесо вдруг окажется... Я думаю, что можно сейчас приблизить, чтобы это было совсем эдичное. Вдруг окажется, что это в лаве, то у нас можно стать ловоходом, потому что те элементы, которые будут соприкасаться с горячей поверхностью, они их будут позволять приводить в движение, это типа сон. Но это как-то изразовало безумно. А, сначала это было принцесса Мерси, а потом это стало ловоходом. И это все. Здравствуйте. Мы представляем собой третью группу. Сейчас мы расскажем про наш проект, который тоже был основан на исследовании изначально биометалла. Здесь вы можете увидеть все наши имена. Давай дальше. Итак, еще раз расскажем о том, что мы использовали в начале тантава алюминий, который при сочетании, при жестком сцеплении и нагревании дает такой замечательный результат. То есть металл начинает днуться. При изучении и исследовании этих особенностей у нас пришла идея создать какую-то поверхность, которая бы изменяла свою форму. То есть, допустим, из прямого листа, из прямой стены была бы какая-то криволинейная вещь, и наоборот, из криволинейной прямая. Но потом, как можно видеть справа на такой 3D, видно, что одна из сторон сохраняет свою первоначальную форму, а это нас не устраивало. Мы хотели, чтобы внулась вся поверхность целиком. И поэтому мы пришли к структуре. И взяли элемент тантава, алюминия, можно видеть, сверху, который закреплен не с одной стороны, а с двух сторон. Тогда мы также получаем эскип. И мы анализировали всем известную поверхность, рассеченную, которая при простом ее виде представляет собой вот такие вот изогнутые ячейки. Да, и анализировали несколько вариантов в макете, по-всякому рассекали, смотрели, что получается при деформации. Но в бумаге, и в принципе в дереве можно тоже посмотреть. Получается интересный эффект, но это работа... Это работа именно этих материалов. То есть получается совершенно другие... Вот вверху видно на свайте ячейки именно такой формы, которая не работает совершенно в металле. И они не реагируют, соответственно, на теплую водку. В металле мы попробовали два принципа. Первый принцип — это когда алюминий всегда лежит с одной стороны дуг. Вот такой, если его что-нибудь, макетик. И дальше видно анализ этого принципа в антисисе. Соответственно, здесь мы взяли какую-то часть инфраструктуры. Вверху видно чертежи. Слева — это полностью лист тантала, который является сдерживающим материалом. Справа розовым. Показаны листы раскладки алюминия на этом тантале. Они чередуются и раскладываются... Да, алюминий в этом случае лежит с одной только стороны. Только вот сейчас он уже здесь. Снизу можно посмотреть видео, да? Нет, сверху измену. Ну как же видно, что ничего не происходит. Гнется сама плашка, а ячейки совершенно не раскрываются. Да, то есть элемент работает как единая система. Это не тот эффект, которого мы хотели добиться. Дальше мы взяли принцип, когда алюминий лежит на разных гранях. Получается такая интересная ячейка, совсем не похожая на то, что изначально мы видели в дереве или бумаге. И тогда принцип раскрытия уже работает довольно хорошо. Вверху видно, что схема раскладки металлов принципиально изменилась. Она не совпадает с ячейками, зато дает нам то раскрытие, которое нам было необходимо. И также видно внизу на 3D разницу между формой одной ячейки и другой ячейки. Также анализ Вансисио, этого раскрытия. Под воздействием солнечной радиации деформация двух металлов происходит. То есть он достигает какое-то свое предельное воскрепление, которое возможно при данной температуре. И при охлаждении встает в первоначальные плоские битки. Нет, ну дальше мы начали исследовать какие-то другие варианты с тем же эффектом. И подумали, что возможно будет лучший эффект на круглом элементе. В принципе, он был немного лучше, но недостаточно эффективно все равно. На совсем искривленных дугах эффект наблюдается намного слабее, потому что работа идет не только вверх, но и на изгиб в сторону. Поэтому раскрывается совсем чуть-чуть. Мы стали исследовать более крупные системы, которые действительно могут сильно менять свою форму. И здесь мы добиваемся очень сильного раскрытия, даже в условиях солнечной радиации, это всего лишь 80 градусов поверхность. После этого мы сделали вот такой прототип, который уже несколько умер. И тоже загнали эту схему в ансис, посмотреть, что должно было с ним случиться. Здесь температура 200 градусов, которую дает фен. Вот так изменяется поверхность в идеале. Вне идеале она так и не изменяется, потому что здесь идет погрешность на саму конструкцию. В программе мы не учитываем свой клей, мы учитываем возможные дрехи и так далее. Но тем не менее оно работает до некоторых степеней. После получения элемента, который работает, мы решили придумать какое-нибудь графическое изображение, которое могло бы нам послужить отправной точкой для фасадного элемента, которым это и является. И здесь мы поместили эту систему в среду, получили какие-то тени, которые видно внизу на картинке от предметов. Это могут быть здания, ну, соответственно, предметы, которые постоянно находятся. У нас банально от них тень не попадает на наш лист. И, соответственно, там просто не открываются эти щели. Соответственно, если они не открываются, их можно просто не делать. Благодаря этому мы получили паттерн, на котором видно, где щели могут открываться, где не могут. Это имитация, собственно говоря, этого открытия, вот той предыдущей картинке, которую вы видели. И... А если воздействие достаточно долгое, то мы получаем вариант верхнего. Ну, собственно говоря, видно, что если в металле это работает, то в бумаге это не работает совсем, потому что они, ну, устроены просто по другому принципу. Еще раз уточню, то, что когда мы смотрим работу этой системы в бумаге, мы тянем элемент. А работа биметаллов основывается на том, что две точки, они остаются неподвижными. И сам элемент, он просто растягивается благодаря расширению. Соответственно, мы получаем какие-то прорези, которые, возвращаясь к фасадному элементу, не могут послужить солнцезащитой, но являются хорошей структурой для вентиляции. Ну, это имитация открытия. И вот у нас температура от минус 10 до 90 градусов, которая принимает материалы. И максимально 90 градусов. У нас есть информация, это тепловые зоны, карты санэстетические, там на уровне города, района. Любого места, там карта осадков. И это можно рассчитать, потом ввести в ту же карту теней, например, карту. Либо расположить как-то это панель или элементы наиболее максимально. Ну, это имитация конкретного образца была на тепловые потоки, воздух, как он будет принимать поток воздуха в разных направлениях. Ну, гоняли туда-сюда программы. Вот, сейчас загрузится видео. И там будет по одной из осей идти стена и как бы считывает информацию. Ну, то есть, множество вариантов считать информацию, так же сделать какую-нибудь карту и по ней сделать паттерн, который будет автоматически высчитывать, где какие элементы там нужно достроить, где прорези не нужно делать. Вот, у нас мы сделали скрипт, который это, собственно, и высчитывал. То есть, любое изображение паттерн можно было автоматически по этим картам, картам теней сделать. Ну, это применение элементов для небоскреб или какие-то. Ну, нам хотелось добиться структуры, которая будет реагировать своя оболочка. То есть, она визуально может быть неизменяема, а в зависимости от среды и той информации, которая им нужна, то есть тепла, то есть, соответственно, им нужно будет прохлада, воздух, либо какие-то просветы. Оно будет там и реагировать, дышать. Вот у нас, как бы, такой эскиз. То есть, графическим путем это и получилось. Можно сделать любое изображение, например, логотип, точка верления. Вот и все. Какие-нибудь вопросы? Греть-то будет? А? Греть-то будет? Нет, греть мы не будем. Нет. У нас есть все, а на грех не грузим. Там проблема в том, что это, когда маленькие элементы, их склеивать тяжело, мы склеивали их клеем. А есть всякие процессы, которые гоняют большие рулоны и объемы. Там взрывается что-то сверху, там все соединяется. И получается единый материал, который можно вырубить. Проблема в том, что фен очень мощный, элементы сжигают клей, и они где-то отскочат, и он перестает работать. А так поначалу все работает. Буду вовремя остановиться. Вот так вот горит клей. Нам очень помогла программа ANSYS, которая рассчитала всю нашу структуру. То есть и в образцах это все работало так же. То есть, соответственно, мы по программе делали все эти штучки, и все двигалось, и будет двигаться. Ну вот, да, 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 промышленные тоже будут работать. То есть мы опирались уже на модели в программе ANSYS, которая и моделировала нам раскрытие этих элементов. Вот. Вопросы? Так, так. АПЛОДИСМЕНТЫ Я от фена просто. А, окей. Есть ли какие-то вопросы? Нет? Нет. 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 Вопросы вот в этой группе, что ребята, Сережа, просто они проработали возможные варианты работы с этой структурой, с этим делом. Я так ведь понял, включили достаточно мощный компьютер, чтобы просчитать уже как бы не один элемент, а связку. На самом деле, наоборот, и заставки. Ну, хорошо. В общем, во всяком случае, вы увидели это очень убедительно. У меня был вопрос по отношению к ветру, да, то есть к работе с ветром. Что вы получили, когда вы просто засунули этот базарик и запустили ветер вот этим углом? Ну, там, мы просто имитировали, как может через эти элементы, как первый вариант проходить ветер в потоке, ну, и охлаждение, либо нагрев там от земли, либо сверху. Просто я в последнее время все время пытаюсь, знаете, что есть, допустим, в Мазаре, да, где просил, что-то, 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 что-то получается. Но вот с солнцем все понятно, все прекрасно, а здесь как-то это получается такая... ну, нехорошо. Ну, солнце работает с ветром, то есть также есть разные потоки ветра, которые будут охлаждать конструкцию, которые нагревать. Ну, а это была просто визуальная имитация потока, который может проходить в эту структуру. То есть, опять же, высота зависит от разных пластин, то есть где холоднее ветер, где теплее ветер, как он будет куда распыляться, выходить, то есть все, что это работает и дышит структура. Вот, собственно, это мы хотели показать. А у нас есть какие-то особенности с солнцем? Вообще мы хотели снять оттуда карту солнца, но проблема в том, что Лазария не читает таких поверхностей, которые не созданы либо в Ливите. То есть ее криволинейную создать там нереально, поэтому, в принципе, мы хотели тоже еще эти планы. Мы читаем, просто надо взорвать, но это не важно. Я сейчас хотел еще добавить в целом, относительно на всех, наверное, что при всей экономике, для такой вот природной успешности и транспорта. Мне показался интересным аспект, вот этот, когда ты, вот что его присмотрели, кстати, послужаете ваш опыт, определение сюда с каким-то аргентарами и работаете с этим. Потому что, как бы, момент издалого штурма, он, безусловно, присутствует. То есть вы, там, можете и это сюда применить, и это так сделать, и ветер здесь погнать. Но наибольшую ценность, вот, мне кажется, вы достигаете, когда вы, в какой-то момент, вы уезжаете в свой опыт с исследованием. Вот, и поэтому, почему я, как бы, спросил про ветер? Ну, видите, это хорошо, да, но если ты до конца не проработал, в этот момент, то это уже начинает немножко, как бы, улучшать твое впечатление, проигонить. Я говорю, что я работал в фото с СОУ, да, и вот получил замечательный результат. Все у них есть. Вот, и мне кажется, этот момент выжили в фокусе, чтобы, так и замечательно. Спасибо. Здравствуйте. В группе спасибо. Я хотел бы спросить, в модерации, вы хотите сказать, так, по завершению, какие-то мысли рассказать. Ну, окей. Раз, здесь есть точка, точка? Нет, 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 нет. Буквально. Хорошо. Тогда, вообще, как бы, у нас сейчас... Эдит, давай я, пожалуйста. Да, давай еще. Я, как инженер, вообще, первый раз участвовал в таком... Арман, как мне. Да. Я ставлю сюда уголочек. Я выкли, да? Первый раз участвовал в таком межсегинарном воркшопе, и я хочу сказать, что крайне необходимо продолжать традицию соединять между собой специалистов разного рода. То есть инженеров и дизайнеров, технологов и, например, архитекторов, проектировщиков. Потому что крайне не хватает специалистов, которые могут работать на стыке нескольких дисциплин. Понимать друг друга, формировать общий язык. И мне очень хочется надеяться, что в рамках, соответственно, Branch Point мы сможем реализовывать такие воркшопы на базе, скажем, Altspace, у нас появится производство. Соединять между собой дизайнера, архитекта, производственника для того, чтобы сформировать единый язык общения в среде формирования будущего. Я хотел бы поблагодарить на сайте всех участников. Довольно-таки было очень все здорово. И мне очень понравилось то, что все проекты, они все как будто бы про разные рассказывают вроде бы об одной теме. То есть вроде есть тема с этими металлами. Но про каждый проект инструкторов у нас проектов сейчас немного. Но за то, что выделяется в такую некую группу, некую такую ветку довольно-таки интересных, которые стоит продолжать исследовать, мне кажется. И вообще вот эта стратегия, как сделать нашу архитектуру более адаптивной, мне кажется, очень важная история. Я надеюсь, что у нас очень много участвуемых студентов. Поэтому будет очень замечательно, если они будут продолжать это как-то в своих проектах, продолжать исследовать. Ну, может тогда, если у нас больше нет комментариев, нет комментариев, то, наверное, стоит завершить все. Всем спасибо. Участвуйте в проектах «Точка выделения». присоединяйтесь к нам в делании. Я надеюсь, что у нас замечательные товарищи из Кидахи появились, которые очень сильно нам помогли, с своими руками, в смысле, потому что они были на самые опытные интерскоперисты. Ну и просто они довольно классные ребята. Мы, думаю, что будем с ними сотрудничать. Вот. Ну и все. Ура, ура. Спасибо. Ура. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...